итак добрый день дорогие друзья с вами компания кровь монтаж и я мороз алексей приехали мы на выезд на диагностику вот к одному человеку он приобрел в коттеджном поселке дом дом с недостатками сруб сейчас мы вам покажу каким и мы вместе обсудим тоже я жду ваших советов кто разбирается в этом будет интересно пообщаться и я потом расскажу какому мнению мы пришли здесь сразу хочу сказать человек конечно знала о недостатках на этом поселке он именно ему понравилась инфраструктура у него тут друзья знакомы и как бы здесь пару домов всего было на продажу в том числе этот нот он взял этот заведомо знает он что есть недостатки но как бы по дисконту даже даже здесь надпись мне нужны именно вы ну давайте пройдемся посмотрим потому что сейчас стал у человека вопрос о отделке внутреннего дома начать и хочет с крыши сделать как положено утеплить вот сталкивался столкнулся с проблемами здесь до нас тоже были люди нет неоднократно разные советы выдвигались вот такой вот домик что хочу сказать дорогие друзья недостаток 1 ответе какие щели в капитальной стене это говорит о том что вот вот этот хлыст бревно она не целая они они она как бы разрезано вот и находится в половине этого бревна что он нарушает жесткость дома и также также здесь получается здесь крепкая только четыре стены даже не четыре стены 2 и здесь тоже боюсь что вот это бревно стыкуется в связке в этой теперь пойдемте наверх вкратце хочу сказать что у человека начала разъезжаться кровля в разные стороны от этого не появляться появляться щели между бревен вот мы заходим смотрите на мансардный этаж первое ну здесь нет ригелей понятно то есть сложенная стропила без коньковой балки там нет и жестко закреплены они были по крайнему венцу а что это отгадайте это вот человек сделал на время видите влазит ладонь сюда да да смотрите здесь все бревна стыкуется спрятаны в этом венце там тоже во всех то есть это фактически часть на втором этаже она собранная как конструктор лего здесь нету ни одного хлыста и все вот это подойти это качается на каждом видите стыкуется бревна посередине и визуально видно даже суд с улицы что часть именно от этой точки наклинилось в сторону и то часть и эта стена что давит стропила они разъезжаются и эту частью дает стороны вот даже визуально видно ведь из сторона как бы наклинилось и естественно фронтон до фронтон собран тут буквально на метр двадцать дальше идет карка каркасного типа просто блокхаусом зашито вот такие дела я сначала пришел когда я думал ну то что нет здесь еще вдобавок на гелей на геля отсутствует я думал что это все-таки был целый хлыст оказывается он из трех кусочков собран и вся вот эта стена получается и это она качается я думал на его ноги разобрать на гелями укрепить оказалось что нет вот и получается можно сделать здесь конечно коньковую балку но она требует подпорок должны здесь тогда внутри появится подпорки но тоже видите здесь окна по центру что здесь что здесь и тоже есть своя планировка тут планы расположения комнат конечно и коньковая балка честно говоря она не решит проблемы не решит проблемы если вот дом разъезжается так это верхняя часть и он показал внизу тоже в этих капитальных стенах они тоже по сути здесь вот на этой линии идет капитальная стена на первом этаже она вот здесь в перерыв в перерыв входит тоже там стыкуется все на в этой связке и вон капитальная стена тоже ни одного целого хлыста нету бревна то есть все стыкуются как бы в одной точке и все вот так вот у них было спрятано посмотреть задекорировано ведь и вот он они ходят ходуном вот каждая трога я думаю если ногой ударить сильно то это все разъедется до опереться не на что тут проблема такая то есть и мало того что здесь практически надо будет до первого этажа все разбирать еще с первым первый этаж надо тоже укреплять вот эти капитальные стены тоже между собой так сказать по периметру все скреплять а потом уже делать либо второй этаж мансардные есть такие очень уже у клиента мнение что может уже укрепить и разобрать первый этаж укрепить и на втором уже сделать каркасный хотя когда клиент купил он говорит год назад щель конечно так еще не такой не было пришлось сделать вот такую приспособу ему чтобы она не разъезжалась как-то крыше а сейчас она увеличилась держит одну брюно да вот шатается вот он да так что так визуально как бы дом есть все сделано так наскоряк и я думаю вообще дом собрали здесь из кусков срубили на месте что целый поселок практически из таких срубов однотипных такое ощущение как конструктором собрали маленькими кусочками итак пока до встречи пишите в комментариях надеюсь вам было интересно с нами до новых встреч пока